Все знаки в гости к нам Все знаки в гости к нам Растандарт вводит новый масштаб для дорожных указателей 2. Газета «Коммерсант» номер 71 от 22 апреля 2019 года, СТР 5. С 1 мая начнет действовать национальный ГОСТ, разрешающий городским властям применять на улицах уменьшенные в размерах по сравнению с обычными дорожные знаки Документ вводится в действие приказом Растандарта Этому предшествовал спор о безопасности неформатных знаков, в котором приняли участие ГИБДД, столичные власти и президентский совет по правам человека ГОСТ допускает и другие непривычные пока для водителей средства организации движения, например правый поворот на красный свет светофору Приказом Растандарта номер 144 СТС 1 мая 2019 года в действие вводится новый ГОСТ 58398, регулирующий применение экспериментальных средств организации дорожного движения Документ содержит ряд нововведений для водителей В частности, разрешается применять уменьшенные 500Х500 и 400Х400ММ дорожные знаки на нескоростной улично-дорожной сети в центральной части городов и в зоне исторической застройки Напомним, нестандартные указатели меньшего размера с новыми рисунками обсуждаются с 2015 года Идея принадлежит московским властям и экспертному центру Ряд городов, включая столицу, начали устанавливать такие знаки в качестве эксперимента Для этого в ноябре 2017 года введен в действие предварительный надстандарт, ПНСТ, об экспериментальных знаках В апреле 2019 года вице-премьер Максим Акимов поручил Растандарту до 1 мая перевести ПНСТ в статус национального ГОСТа Почему правительство поручило Растандарту ускорить работу по закреплению уменьшенных знаков в национальном ГОСТе Предварительный стандарт разрабатывается для проверки на практике не устоявшихся, еще не ставших типовыми требованиями и правил Пояснил твердый знак заместитель руководителя Растандарта Антон Шалаев Такие документы принимаются с ограничением срока действия на период от 1 года до 3 лет По итогам они могут быть переведены в статус национального стандарта либо отменены, пояснил господин Шалаев Напомним, недавно выяснилось, что УГИБДД есть замечания по поводу применения неформатных знаков Госавтоинспекция подала в суд на столичный суд в связи с установкой маленьких указателей пешеходный переход и уступи дорогу на одной из улиц в СФА ГИБДД привела в суде данные о том, что уменьшенные знаки приводят к росту аварийности Суд оштрафовал центр на 200 тысяч рубль, но суд решение обжаловал, на днях будет повторное заседание суда В конце марта президентский совет по правам человека, СПЧ, обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, назвав практику применения уменьшенных знаков непроработанной СПЧ опасался, что в результате принятия ГОСТа произойдет повсеместная замена знаков на уменьшенные, рассказал твердый знак Антон Шалаев Но этого не будет, заверил он твердый знак Использование указателей новых форматов это исключительно добровольный процесс Как практика применения неформатных знаков привела к судебному спору между ГИБДД и ЦОД Москвы Организаторы движения смогут смелее применять новые знаки, не боясь возможных проблем и претензий со стороны ГИБДД Пояснил твердый знак член Общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухартиков А если впоследствии ГОСТ станет обязательным распоряжением правительства, то можно будет уведомить Госавтоинспекцию Об использовании указателей на конкретной улице, и они не вправе будут отказать, пояснил он Если говорить о судебном процессе между ЦОД ИГ и БДД, теперь появится дополнительное подтверждение, что новое решение в области знаков не временное, а постоянное и безопасное Пояснил глава экспертного центра Пробок.нет Александр Шумский, связи между аварийностью и уменьшенными знаками нет, ничем это не доказано Что эксперты говорили о малоформатных дорожных знаках Новый ГОСТ также позволяет использовать на перекрестках табличку со стрелкой и надписью «Уступи всем», и можно направо Члены СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов видят связь между обращением Совета в Белый дом и ускорением принятия стандарта Мы говорили на эту тему с экспертами Выяснилось, что производитель уменьшенных знаков в России пока только один Остальным заводам надо перестраивать оборудование, они крайне недовольны, говорит господин Кабанов Так что какие-то коммерческие интересы видны в этом документы Комментируя пояснение Ростандарта, Кирилл Кабанов заметил, что платные парковки тоже начинались с центра, но потом пришли почти во дворы В итоге мы получим дополнительные факторы для общественного недовольства Говорит он Иван Буранов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!